Штаты вскоре объявят о выделении Украине помощи в сфере безопасности в размере 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны США Лоид Остин во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне. По его словам, в новом пакете будет противотанковое оружие и ракеты для систем ПВО, в том числе и для систем Патриот и Носамс. Украина не одинока и Соединенные Штаты никогда не откажутся от поддержки. Вместе с пятью десятью союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять все необходимое Украине. Этот пакет предоставит больше ракет для ПВО, противотанкового оружия и других критически важных боеприпасов из американских запасов. Это также позволит Соединенным Штатам закупить больше ракет для систем Патриот и Носамс, которые будут поставлены в ускоренные сроки. 2 июля в США прибыла украинская делегация в составе министра обороны Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и вице-премьера по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Вопросы безопасности и оборонного сотрудничества стали приоритетными темами в Вашингтоне, подчеркнул Рустем Умеров. Основной фокус был ПВО. Основной фокус это системы ПВО. Говорили о том, когда они придут. По поручению президента он ожидает от нас четких дат. Сколько систем, сколько ракет, какие системы будут и когда они уже прибудут в войска. В Вашингтоне украинская делегация обсудила с главой Пентагона гарантированную финансовую помощь Украине на уровне НАТО. Как пишет британское издание The Guardian, ссылаясь на представителя Госдепартамента, на отдельной встрече госсекретарь США Энтони Блинкен и Андрей Ермак обсудили намерение членов НАТО приблизить Украину к Альянсу. Как пишет Ройтер, ссылаясь на европейского дипломата, за неделю до встречи лидеров стран Североатлантического альянса в Вашингтоне, союзники согласовали предложение генерального секретаря Йенса Столтенберга о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году. Официально утвердить решение должны на саммите лидеров стран Блока. По оценке Столтенберга, такая сумма соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения. И партнеры и другие страны гарантируют, что они смогут собрать за год суммарно 40 миллиардов для Украины. Это без учета американской помощи. Американцы идут отдельно. Они не являются в данном случае в доле, так сказать. У них свой бюджет, свое решение, конгресс и так далее. Они принимают решения по отдельным объемам, и поэтому помощь будет поступать минимум по двум источникам. Нам будут давать максимально все то, что смогут дать. Как пишет Нью-Йорк Таймс, на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе. Кроме того, лидеры обсудят создание должности спецпредставителя в Киеве. Его основная миссия – контроль и координация международных поставок оружия и учений украинских вооруженных сил под эгидой НАТО.